МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании «Хомель» у студии Натальи Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Вертание уродной стены. Сегодня после масштабной реконструкции открылся будинок Мазырского драматичного театра имя Ивана Мележа. Перспективный накерунок. Сирот падей этого дня на Мазырщине так само открытие птушка фермы. Новые приватные предприемства и нечеканные сферы предпринимательства. Мы доведались, как развивается бизнес в Октябрьском. А зараза об этом меньшим, больше подробно. Керавник администрации президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко сегодня с рабочим визитом наведал Мазырский район. В программе ознайомление с экономичным и культурным потенциалом региона. С встречи с працованными коллективами и выхованцами Мазырского детского дома. А так само открытие после масштабной реконструкции будинка драматичного театра имя Ивана Мележа. Усе подробности в материале Дмитрия Котова. Решение о проведении реконструкции театра было принято в 2010 году в рамках державной программы социально-экономичного развития и комплексного выкористания ресурсов Припятского полеса. Работы велися поступово. Однако про три года в будинку театра отбылся пожар. Трупа была вымушена проводить репетиции и показывать спектакли на арендуемых пляцовках. С гастролями приезжали и в Гомель. И вот праздновали долгий час вертания додому. Театр после корпотливой працы будовников не познать. Две новые залы на 125 и 500 человек, новое техничное обсталевание – усе для комфорта глядашов и актеров. Дареши на дальнейшее узмацнение материально-техничной базы будучи накерованы подарунки от высоких гостей. Старшиня Аббовыконка Магина Целовей урушил директору установы сертификат на 50 тысяч рублев. Керовник администрации президента Игорь Сергеенко на 100 тысяч. Для нас, мазырян и не только мазырян всего Полесского региона, театр – это душа и свет нашей культуры. Мы благодарны, мы гордимся тем, что в городе Мозыре есть профессиональный, я подчеркну, именно профессиональный драматический театр. Сегодня мы вошли в свой дом обновленный. Есть новые технологические возможности, есть прекрасная сцена, есть звук, есть свет. Но для нас это большая возможность дарить для наших зрителей, для наших мазырян, для наших гостей свой талант, свои умения и свой творческий подход. Далее разговор о вытворчестве и экспортном потенциале. Предприемство «Мазырсоль» – наступное в программе визиту керевника администрации президента. «Мазырсоль» сегодня лидер по вытворчестве соли класса «Экстра» в Сходной Европе. Что год тут вырабляется больше за 515 тысяч тонн продукции. Это стало махчимым после завершения проекта по модернизации в 2016 годе. Предприемства дарят ши экспорта ориентованы. Знешние рынки займают каля 85% у огульным объеме. География экспорту наличивает 17 краин. Вытворчие могутности полностью загружены. И на вот все лето в довольно непростых экономичных умовах «Мазырсоль» не сбавляла оборотов. Наша продукция пользуется спросом благодаря своему качеству и имиджу предприятия. Потому что мы способны удовлетворить самые строгие требования наших потребителей. Среди наших партнеров потребители – это крупные транснациональные компании, такие как «Несле», «Проктер» и «Гэмбл». Все мясоперерабатывающие заводы Белоруссии и самые крупные в Российской Федерации и Украине. Поэтому мы себя смело можем называть лидером на рынке. После знакомства с экономичным потенциалом предприемства Игорь Сергеенко сустрелся с рабочим коллективом. Диалог отримался корыстным и информативным для обо двух боков. Большое внимание уделяется социальной поддержке работающих. Достойная заработная плата. И в целом люди работают, не покладая рук, оптимистично, задают житейские вопросы, приятно общаться. Стоялся интересный такой разговор и с руководством профсоюзной организации, и в целом с коллективом. Я думаю, что в таких предприятиях, как «Мозырь-Соль», есть будущее, и в таких коллективах держится экономика нашей страны. Финальная кропка в маршруте – Мозырский детячий дом, який заявляет уникальным для краины. Это первая подобная установа так званого «кватерного» типа. Для детей створены умовы для усебакового развития. Яны с задовольнением проводят час у творчей студии, библиотекции и кухни, где учатся готовить. Гости приехали с подарунками. Сертификаты для измазнения материально-технической базы детячему дому передали Геннадь Соловей и Игорь Сергеенко. Кировник администрации президента отзнашил, что застался вельми задоволенный своей рабочей поездкой. По его мерковании на Мозыршине живут соправданные патриоты. Что мне понравилось больше всего, то, что с какой любовью, где бы вы ни были, люди говорят о своем городе, о своем крае, о том, что делается и руками самих коллективов, и непосредственно, что делается районно-исполнительной властью. Вот это, наверное, больше всего понравилось. Люди оптимисты, живут полноценной, нормальной жизнью, верят в будущее нашей страны. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Мозырский район. Новый крок в развитии птушкогодовли. Сегодня в Мозырском районе урочисты открыли ферму для выросшивания батьковских остатков бройлеров. Могутность – 5 миллионов яек за год. Новый объект допоможа вырошить шерох значных экономичных пытанев. У тымлику – импортозамещение. Подробязности – у сюжете наших корреспондентов. Новая ферма размещена у третьей моделени Саугаса комбината «Зара». До предприемства она была долучена у 2009 года. Стан многих объектов, побудованных еще в середине минулого стагодзя, не отповедал потребованиям часу. Керавництво господарки распачало модернизацию. Реконструкция этой фермы стала опошней у программы запланованного. Работы ожицавлялись на протягу двух годов уласными силами господарки. Было набыто самое сучасное обсталевание, которое дозволит не только повысить экономичные выники, но и полегчить працу людей. Усе вытворчие процессы автоматизованы. На территории знаходится 5 птушников. Могутность – 5 миллионов инкубационных яек за год. Как отзначено, по часу рачистой церемонии открытия реализации этого проекта вызначает стратегию развития ЗАРы на несколько годов. Наступный крок – будовництво инкубатора. Если мы уже начали производить инкубационное яйцо, то следующий этап, и сегодня мы занимаемся, сегодня проект находится в экспертизе, и ближе к осени мы начнем строить этот инкубатор, чтобы в следующем году, опять же, в преддверии праздника Дня независимости Республики Беларусь, тоже ввести такой значимый объект в эксплуатацию для нашего предприятия. Плануется, что на полную могутность ферма выйдет до конца года. Это дозволит повысить выручку господарки на 5-7%. Зараз до речи она складает 9 миллионов за месяц. Новый объект дозволит процолодковать 20 человек, а так само, как отзнашил старшиня был в оконкам Агенац Соловейн, замоцевать статус Мазырского района, как одного из самых развитых в Украине. И, что не меньше важно, вырешить питание импортозамещения. На сегодняшний день перед ним стоит задача. В первую очередь, конечно, это получает пациентство. Для того, чтобы не тратить свои денежные средства для приобретения на стороне. Ну и раньше мы прекрасно понимаем, что мы покупали за границей. Сегодня это развивается. Концепция, принята руководством и района, и предприятия, направлена на то, чтобы инкубационность в этой управлении была развита здесь. Тема развития птушкагадовли в регионе не стратить актуальности. На черзе пропрацовка питания открытия фермы по выросшиванию гусей в Брагинском районе. Дмитрий Котов, Максим Савин, Валерий Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район. Дать дорогу приватному бизнесу, значит, умоцевать экономику и забеспечить людей прационными местами. Это хорошо ведутся в Октябрьском. Все лета, не смотря на риск деятельности в пандемии, в районе появилось несколько приватных предприятий. И в целом, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в этом регионе растет. С начинающими бизнесменами встретилась Марина Джалая. Сергей Рогович – владельник один на весь Октябрьский «Аутамыни». Наведовальников привабливая коштом и якостью предоставления послуг. 13 годов мужчина працавал на белорусских и российских будовлях, а потом вырышил – хопить ездить по чужих городах. Треба сесть и укласти свои силы и сродки в открытие властной справы. Некольки сябров Сергея уже открыли свои «Аутамыни». Было у кого перенять вопыт. Мужина все подробно выучил – от необходной документации до техничных моментов. Написал бизнес-план, рандовал помешкания и наприканцы лютого приступил до працы. Ресурсы – властные сродки, допомога родных и невеликий кредит. Сергей нанял помощника и «Аутамыни» почала обслуговывать клиентов что дня. Потом зрозумел, что есть практически пустые по выручце дни и скратил працонный тыдень до четырех днен. Зараз тут можно помыть машину с четверга по неделю. Далее, у якости додатковой кореницы доходов Сергей придумал предоставлять такую послугу, как чистка диванов. Прекрасно себе отдавал отчет, что могут ехать, могут не ехать. У меня такая сфера еще, что я от погоды очень завишу. То есть, если идут дожди, я ничего не делаю. Но я людям предоставляю сейчас такую услугу, как мойка ковров. То есть, люди в квартирах живут, у кого-то не получается. У нас мойка ковров тоже, она как бы есть, организация, которая этим занимается. Ну, я расширяю свой спектр услуг населению. За 10 километров от Октябрьского у весты Шкава живет Раиса Ходас. На приконце минулого года она так само стала индивидуальным предпринимателем. Ее муж некольких годов тому загинул, сын у армии, дочка вучится у лицеи у городским поселку. Жанчина за свое жите изменила некольки сфер дейности. Шмат годов, например, працавала на ферме. А недавно вырешила увасобить у жите мару – развести овечек. Пришим у Раисы уже есть уласная урожальная ферма. На подворку корова, породистые свиньи, трусы, кури. Жанчина стала на биржу працы и смогла отримать субсидию на овечках годовлю. За 3400 рублей у выделенных державой набыла 14 овечек романовской породы и корм. Зараз у Атары 23 головы. Уже и акот был. За дорослыми живелами бегут маленькие ягняты. Созразумелых развития бизнесу – продаж мяса. Спакуль складанных на прамках – реализация воуны и шкур. Треба шукать рынки сбыту. Реализация мяса. У меня сверху ребята живут в избе, которые работают на пелараме. Они покупают. Уже сколько раз приходили. Но еще пока мне жалко маленькие где-то. Ну жалко. Хочу немножко развести, где-то что-то продать. Единственное, что, конечно, тяжело в плане того, что шерсть некуда сбывать, волну эту. И саму шкуру. Раньше, если много было этих кожевельных, то сейчас все это прикрыли. До речи, приватный бизнес – серьезная, складающая экономики района. Усяго тут зарегистровано около 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. За несколько месяцев этого года на территории Октябрьского появились четыре новые предпринимательства в промысловой сфере. А это – дополнительное прационное место для ЖХРУ. Рассматриваем вопросы по созданию новых предприятий не только в сфере промышленности, леса, но и в сфере сельского хозяйства. Обращаются люди, которые хотят заниматься на земле, хотят развивать какие-то новые направления. От овцеводства до развития мясного скота. Я думаю, мы пойдем навстречу, будем тоже обращать, вернее, будем выделять им землю для того, чтобы эти люди могли нормально на своей земле достойно работать и зарабатывать. Вот это основные направления, которые мы увидим для развития района. Еще раз повторюсь, это, конечно, малый и средний бизнес, которому максимально открыты мы, как органы власти, для того, чтобы создать им условия. Для того, чтобы они спокойно работали и развивались на территории нашего района. С начала года средняя зарплата по району повеличилась на 15%. И добробыт населительство, выполненное руководство Октябрьского, будет расти. Марина Джала, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» из Октябрьского района. Сумная новина пришла сегодня с Гомельского дзержа университета имя Франциска Скарины. На 59-м годе життя померла мостатский руководитель студентского клуба ГДУ Марина Ширинкина. Все свое життя Марина Бориса присвятила университету. После учебы на историческом факультете она больше, как 30 лет, працевала в студентском клубе. Марину Ширинкину без перебольшего не можно назвать легендой университета. Ее ведали поколения выпускников, представников сферы культуры Гомеля и региона. На рахунку Марины Ширинкиной велизарная колькасть поспяхово организованных концертов и мероприемствов. Телерадиокомпания «Гомель» выказывает самое щирое спочувание родным и близким Марины Борисовны и коллективу ГДУ. Протягиваем выпуск. Зробим свой район прихожейшим. Работники КЖРЭУ ПЧГУНОЧНОЕ и активисты районной организации БРСМ навели парадок на дворовой территории домов на проспекте Перамоги. Напереды дни коммунальники одремонтовали детячую гульнявую пляцовку, орели и лавочки, а так само заасфальтовали дорожки. Волонтеры БРСМ с лекой студента обилдута решили пофарбовать маленькие архитектурные формы, чтобы дворы стали ярче и утульней. Материалы за свои сроки набула организация БРСМ ЧГУНОЧНОГО района. Мы решили облагородить небольшой дворик, покрасим в яркие цвета детскую площадку, чтобы дети этого города, этого района могли приходить сюда и радостно на ней кататься. Я думаю, что очень важно, что в нашем городе есть такая организация, как БРСМ, и мы можем нашими силами помочь обустраивать этот город. Мероприемство так само стало часткой республиканской акции за справу, какую проводить БРСМ. Хлопцы и девчаты проводят у парадок детячие пляцовки и дворы во всех районах краины и запрашают у всех долучиться до этой корыстной справы. Это и так само иншие новины. Информацию об проектах телерадио компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. Автомобиль наехал на мужчину, который управлял электросамокатом. Трагедия произошла в деревне Наровчизны Мозорского района. Вот фотографии с места происшествия. Около 23.00 на улице Гагарина автомобиль службы такси «Фольксваген Поло» наехал на местного жителя. Электросамокатом управлял 50-летний мужчина, а за рулем иномарки находился водитель 1967 года рождения. От полученных травм житель Наровчизны погиб на месте. Разыскиваются очевидцы происшествия. Возбуждено уголовное дело. Свидетели и очевидцев данного происшествия, обладающих какой-либо информацией, просьба обратиться в Мозорский районный отдел Следственного комитета по номерам телефона 30 0017 30 0010. А в Гомеле мотоциклист подровнял бампер Митсубиши. Байкер не учил дистанцию до автомобиля и совершил столкновение. К счастью, остался жив. 43-летний мужчина управлял мотоциклом Хонда на улице Ефремова. От удара у авто отвалился бампер, а мотоциклист получил травму спины и был госпитализирован. ГАИ призывает соблюдать дистанцию и не забывать проявлять повышенное внимание на дорогах в условиях жаркой погоды. В предстоящие выходные ГАИ проведет массированную отработку автодорог Брагин-Гомель и Мозори-Лельчицы-Милошевичи. Цель – пресечение нарушений с целью повышения безопасности дорожного движения. Рейдовые мероприятия начнутся в пятницу 26 июня и продлятся до понедельника. В работе сотрудники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД. К другим происшествиям в Гомеле железобетонной плитой придавило рабочего. На стройплощадке, расположенной на улице Ломоносова, пострадал газоэлектросварщик. 23-летнего работника 27-го строительно-монтажного треста еще до приезда МЧС из-под плиты высвободили коллеги. Ее подняли при помощи башенного крана. Сотрудники МЧС положили пострадавшего на жесткие носилки и передали работникам скорой медицинской помощи. Понадобилась госпитализация. Проверкой инцидента занимаются специалисты Департамента государственной инспекции труда. В Мозере пенсионерка получила ожоги. Женщина забыла, что на газовой плите оставила на огне кастрюлю. Спасатели, которые прибыли на место происшествия, почувствовали запах гари еще на лестничной площадке. При осмотре квартиры они обнаружили пострадавшую, которая получила ожоги, когда самостоятельно пыталась справиться с пожаром. Женщине оказали необходимую помощь. У меня все. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Не поражение, а достижение. Именно так смотрит на завоевание четвертого серебра чемпионата Беларуси по мини-футболу в стане гомельского ВРЗ. Главком вагоностроителя Анатолий Яновский резюмировал финальную серию против ВИТЭ, на в том числе и решающий пятый матч. Из лишнего желания. Где-то немножко, наверное, перегорели в этом плане. Очень у ребят зашкаливала сама отдача. Поэтому совершали такие глупые ошибки, которые обращали внимание, но тем не менее они случились. Ну, я скажу, если по поводу всей серии брать, каждая команда брала победы на своих площадках. ВИТЭ по регулярной части чемпионата заслужил на одну игру, так сказать, больше у себя на площадке. Поэтому, я считаю, они здесь выиграли. Ну, выиграли, значит, заслужили это. Команда Анатолия Яновского заслуживает звание самого стабильного коллектива последних лет. Четыре сезона к ряду ВРЗ неизменно играл в финале национального чемпионата, пусть и неудачно. Путь к золотой серии в нынешнем году был максимально непростым. Четвертое место по итогам регулярки. Как итог, в четвертьфинале столичный дорожник, финишировавший пятым. А в полуфинале победитель гладкого чемпионата БЧ. Статус вечно серебряный вагоностроителей не смущает. За последние четыре года мы завоевали серебряные медали. Я считаю, что это достижение команды. Хотелось бы всем сказать слава благодарности нашим болельщикам, которые всегда поддерживают нашу команду. Руководству команды, администрации завода, тренерскому составу, всем игрокам, которые действительно завоевали серебро. Я подчеркиваю еще раз, завоевали серебро. Стабильность это про ВРЗ не только в плане результата. За последние сезоны состав вагоностроителей претерпел минимальные изменения. В нынешнее межсезонье команду ждет более глобальная перестройка. И уходит ряд важных исполнителей. Вячеслав Григорьев и Артем Золотухин отправятся в чемпионат России. Также стан вагоностроителей покидают Евгений Рогачев и голкипер Михаил Зрубович. Замену ушедшим игрокам уже ищут. Конкретные фамилии назовут после подписания соглашений. Сейчас ВРЗ уходит в отпуск. Подготовка к сезону 2020-2021 начнется 22 июля. Минифутбольная команда «Бычи» определилась с кандидатурой нового главного тренера. В следующий сезон железнодорожников поведет Дмитрий Некрашевич. Специалист стоял у истоков создания команды. В минувшем сезоне он был ассистентом Дмитрия Камека. Евгений Барсуков из Смолевича перебирается в стан Мозырьской славе. За команду из столичного региона футболист в нынешнем сезоне провел 11 поединков. Отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Опубликован состав групп предварительного этапа «Кубка Руслана Салея-2020», который пройдет в августе. Пока в списке участников 15 команд. Их количество может увеличиться за счет заявки иностранной команды. Либо уменьшится, если удовлетворят прошение Бобруйска об исключении из экстралиги. Оба представителя нашего региона, Гомель и Жлобинский Металлург, попали в группу А. Их соперниками на предварительном этапе будут Шахтер, Брест, Авиатор, Витебский Химик. Турнир будет проводиться в том же формате, что и год назад. Финал четырех запланирован на конец августа. В решающую стадию попадут победители групп, а также чемпион страны и действующий обладатель трофея юности – столичная Динамо. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.